так дорогие друзья все мы начинаем начинаем 7 урок 7 урок все внимание собираемся в прямом эфире все вместе и изучаем тору изучаем тору мишли мишли плечи царя соломона и остановились мы на третьем отрывке от на третьем отрывке мы остановились и сейчас мы продолжим изучение и так и так если написано так в третьем отрывке для бинати краба литвинати тенку леха если ты свою бину позовешь что имеется ввиду значит вот человек он может жить в абсолютно одномерном мире и не вдумываться вообще не вдумываться ни во что то есть он просто зорем есть такое слово вы видите он прямо течет а у нас квартире газ у вас у нас водопровод вот а у нас сегодня кошка родила вчера котят а там то а там это побежал туда побежал сюда если человек так живет то это не он не включает свою бину он не включает качество вдумываться но если он берет любой аспект реальности и говорит а зачем это мне пришло вот что мне почему это сейчас со мной происходит или а как я могу это сделать лучше вот я сейчас изучаю книгу создательная компания у него любимое занятие вообще это вдумываться в какую-то деталь своего бизнеса вот он берет одну задачу не задача 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 он просто он говорит это у меня любимое дело я беру одну деталь сажусь и начинаю вдумываться а как сделать ее лучше а как можно еще сделать и это называется если ты бину свою вот эту сообразительность позовешь и надо включать если ты не включаешь что ты просто скачешь вниманием по верхам по верхам по верхам по верхам по верхам если ты берешь какой-то один объект и начинаешь над ним размышлять детализировать его разбирать его то ты можешь этот объект просто сделать трехмерным шестимерным голограммой и так далее ля твуна титенку в эха но если ты то тут используется два разных существительных есть бина есть твуна бина это когда ты понимаешь вещь из вещи ты в нее вглубь уходишь а твуна это когда ты складываешь детали в единое целое это тоже это такое же свойство ума только ты идешь вши например ты берешь думаешь вот я мишли изучаю это мишли домишли это через чего мишли этой причей то часть торы а тору я зачем изучаю тора это описание как работает мир а откуда взялось это описание а его дал бог а бог откуда взял вообще как туда заглянул это как бы вдаль вообще заглянул уже то уже взгляд дальше не идет потому что ты уже прямо вот ну дошел туда куда твой мужик дальше не может уже общая картина сложена ты тогда возвращались обратно бог дал сотворил мир отлично для чего для того чтобы для чем и ты начинаешь дальше уже опять и уходить в детали в детали в детали так вот здесь очень четко царь соломон он сказал если ты бине сообразительности и и позовешь а твуне вот этой далекому взгляду китин кул эхо ты закричишь дашь свой голос то есть это вдаль твуна это вдаль а бина это близко понятно да разница до молдин заметил это вот разница очень интересная разница то тогда дальше он говорит так им ты вообще на как с в четвертый отрывок если ты и будешь просить искать как серебро в ком от маним так пасена и будешь ее искать как сокровища именно искать значит здесь царь соломонам объясняет очень важную основу основ он говорит зачем люди бегают за деньгами то есть все люди бегают за деньгами и принципе за деньгами небольшими теперь здесь основополагающий сейчас идет момент основополагающие значит люди бегают за деньгами все бега за деньгами, в коэлити в экклезиасте царь соломон сказал куда же вы бегаете за деньгами, что вы с собой не возьмем и деньги ему говорит самое большое зло которое видел это деньги которые пришли хозяину для зла его просто один бегать за деньгами догнал за ним бегают те которые хотят украсть у него эти деньги ну там и начинается такая история что капец значит но тем не менее люди бегают за деньгами это это как бы устройство мира да теперь хотя мы уже знаем из первой главы что кольба cbc нэфиш балам и как то есть каждый кто жаждет наживы каждый алчный это алчность нэфиш душу хозяина своего заберет она то есть она забирает душу но тем не менее это сила уже есть ее не надо в чеке пробуждать и нам поэтому царь соломон понятным языком он же в мишли он нам через понятно объяснять непонятно и он говорит если ты будешь искать вот эту вот бину твуну то есть божественную мудрость если ты будешь искать как люди ищут серебро и как сокровища будешь ее разыскивать люди иногда за сокровищами уезжали там я помню в детстве я читал эти всякие книжки про сокровища копий царя соломона у меня была какая-то книжка я но вот знаешь такие мечты там найти сокровища то есть люди готовы в экспедиции ехать куда-то он горит если вы так мудрость будете божественную искать вот именно с тем же усилием с каким люди ищут но пустое которое не удержишь собой не возьмешь не ну то есть это миф вот этого счастья от богатства это чистый миф так он говорит тогда если будете с такими усилиями это искать оставили на ирата шем тогда ты поймешь ирата шем то есть мы уже учили что решить ирата шем решит да то есть самое главное это страх перед богом и если его понять как он работает то тогда как бы этот стержень у тебя в руках ну как бы это самое главное вообще в мироздании такой горит если ты будешь так этому стремиться то есть ночью там учиться днем учиться вот есть свободная минута не развлекаться опять что-то изучить и размышлять на эту тему и думать на эту тему и вот тогда он говорит тогда ты поймешь даже трепет перед богом тоже вообще понятен за вещи неописуемые ты их поймешь и значит выдают и лаким тимца и познаешь ты отдать и лаким что такое даты лаким познание это цельное постижение мира когда у тебя складывается аксиомы хахмы когда у тебя складывается работающая идеальная вот эта сообразительность когда ты берешь основы и соединяющих абсолютно правильные вещи плюс у тебя чистое восприятие реальности то что называется да и все вместе у тебя складывается в абсолютно точную картину мира так если ты будешь искать божественное знание как люди ищут серебро и золото тогда ты поймешь и рад ашем то что тебя соединяет с богом с непостижимым который создал мироздание в даты лаким и лаким это как природа как все все сильные все силы и ты постигнешь абсолютно точно даты лаким как это вся система работает то есть ты будешь просто вот как был йосеф а царик который был пришел он ему все эти фараоны все эти министр он их насквозь видел все для него прозрачно каждому на кнопочку нажал каждый сделал то что надо туда зерно туда там кирпичи туда пирамиды построил то есть он был он был как министр всесильного знал как система работает такой же был точно царь соломон шло ванных то есть у него он это здесь там посадили здесь то посадили здесь построили первый храм построил со всего мира приезжают на министры царица савская значит хопа приехала уехала ну то есть у него все все работало да почему потому что он хотел когда бог ему предложил хочешь богатство хочешь почет хочешь души врагов он говорит нет говорит я хочу только божественную мудрость да мне мудрость хочу узнать как все работает бог говорит ну на тебя божественной мудрость атакуйте все и будет потому что через божественную мудрость он рыбки золотую попросил рыбка ему говорит на образно загадывает heri желание но обычный человек он говорит там хочу миллион хочу bentley хочу там мисс мира но обычный человек до��ок теперь умный чайк если никак еврея он говорит Это значит, хочу миллион Бентли и Мисс Мира, это раз. Теперь, но то, что сделал царь Соломон, он сказал чуть по-другому. Он золотой рыбке, ну, образно, да, он Богу говорит, а я хочу тысячу золотых рыбок, я хочу миллион золотых рыбок, я хочу делать золотых рыбок, я хочу знать, как золотая рыбка желание выполняет, чтобы сделать эту золотую рыбку самостоятельно. То есть, он попросил как бы основу всего, потому что мудрость это основа всего. Значит, и вот тут нам царь Соломон, Бог через царя Соломона, через Лома Мелоха, он нам говорит. Мне кажется, на счастье здесь важный урок говорит, что если, чтобы что-то получить, нужно очень сильно этого хотеть. Прямо страшно. Но он нам говорит, чего действительно надо хотеть. То есть, если он не говорит, что, это-то понятно, но люди свои желания направляют не туда. Он говорит, если ты мудрость будешь искать, как серебро люди ищут и как золото, то есть дает понятное сравнение, тогда ты поймешь Ират Ашем, тогда ты поймешь страх перед Богом, то есть высшие слои реальности, Сферо, Масамир Кавам, Масамир Шит, это все Малбим объясняет, и он говорит, что даже у тебя Руаха Кодыш откроется. То есть, у тебя будет Руаха Кодыш, ты поймешь, как это, Святой Дух у тебя откроется, если ты будешь так сильно этого хотеть. И да, ты лаким тимца, и ты познаешь, как работает вся система да, ты лаким. И дальше он объясняет, почему. А потому что именно Ти Ашем и Тен Хохма, потому что Бог даст тебе хохму. Он прямо, если ты будешь сильно этого хотеть и сильно его просить, то прямо вот он обещает, шестой отрывок, Ти Ашем и Тен Хохма. Бог даст тебе хохму, божественную мудрость, мипив даат вэтвуна. И из его рта, то есть из Всевышнего, Всевышний наделил человека мудростью, восприятием вот этой всей мыслительной системы, язык дал и так далее. Мипив от, изо рта Бога даат вэтвуна. То есть, весь даат и вся твуна, все понимание идет тоже от Бога. Если ты сильно будешь хотеть и стремиться, он тебе все это даст, все, вообще нет вопросов. И дальше, Ицпонли Ишарим Тушия. Он, Бог, седьмой отрывок, он придерживает, как бы, да, сохраняет для Ишарим, для прямых. Кто такие прямые, это есть люди, которые идут только к Богу. Во всем они ищут вот этот вот прямой путь к Богу. Ни вправо, ни влево, именно золотая середина. И он им сохраняет Тушия. Что такое Тушия? Я видел объяснение, что есть в каждом поколении проявление, какое-то сильное проявление божественного. И именно вот, там есть 36 праведников, заслугу которых существует мир. То есть, на них это божественное присутствие, оно, оно прямо, больше всего, это ключевые такие вот столбы в мироздании. Так, именно если они становятся Ишарим, то есть, стать прямой, это твой выбор. А Бог сохраняет в каждом поколении вот это Тушия, это какая-то высшая, ну, такое божественное соединение, да, высшая божественная мудрость. И он сохраняет для Ишарима в каждом поколении, как для Мошарабена, он вообще всю Тору сохранил, для Авраама, там, и так далее. Но это все, все же было посчитано. Интересно, имя Всевышнего Ютка и Вавкейта, 26. Тора была дана почему-то в 26-е поколение. Не в 27-е сотворение мира, не в 25-е, в 26-е. Мошарабену было 26-е поколение сотворения мира. Нох был 10-е поколение, Авраам был 20-е поколение, Мошарабену 26-е поколение. То есть, царь Давид, первый храм простоял 410 лет, второй 420 лет. 70 лет было изгнание первое, которое было в этом самом, в Бавилоне, да. Например, 70 лет. И Советский Союз простоял 70 лет, интересно. А Дематрия Советского Союза, СССР, она такая же, как Дематрия Едипта. А написано в книгах по Кабале, что окончательная расплата за грек золотого тельца будет Титиса. Написано, ну вот, Пороша Титиса, когда, ну, когда посчитаю, да. А Тиса этот выпадает по еврейскому летоисчислению, 5701 год. Это как раз, когда фашисты начали уничтожать евреев, окончательная расплата за грек золотого тельца и так далее. Ну, то есть, все настолько структурировано, настолько подготовлено, что мы просто выбор человека, кто займет вот это место в этом поколении, которое, ну, и кто-то по-любому его займет. Потому что, если его никто не займет, весь мир исчезнет. Значит, это был седьмой пасук. Маген лил хейтом. И он защищает тех, которые идут в чистоте. То есть, те, кто идут в чистоте, те, кто стараются идти к Всевышнему, Бог их защищает. То есть, он подготовил для самых прямых какую-то высшую там мудрость. Но те, кто просто идут в чистоте, которые, ну, которые хорошо себя ведут, там, Бога слушаются и так далее, он их защищает. Теперь, и последний пасук сегодня. Восьмой пасук, он говорит, линцор архот мишпот. То есть, он, значит, он защищает пути суда. То есть, когда ты все делаешь по мишпату, ну, то есть, сейчас глава мишпотин. То есть, есть суд. Там, где человек делает все правильно. Вот он делает все правильно. Все прям так должно быть. Такой педант, да? Лефишурат один называется. Наверите. По строчке закона. Значит, и он таких людей охраняет. Не вопрос. То есть, ты делаешь правильно, Бог с тобой ведет правильно. А продолжение восьмого отрывка такое. Ведеры, хасидав и шмор. Но путь хасидов, хасиды это, которые делают Лефни Мишурат один, больше закона, он будет охранять еще больше. Потому что главный принцип, по которому живет человек, вообще он судится. Все события в его жизни, это производит сам человек. Он является запускающим механизмом. Тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть, ты выбрал себе цель, тебя по нему ведут. Ты говоришь, блин, мне так не везет. Вот почему мне так не везет? Бог тебе говорит, Вася, ты думаешь, что тебе не везет? Ну, так тебе не везет. А что, если ты все равно уверен, что тебе не везет, так тебе не везет. Ты думаешь, мало того, что ты думаешь, что тебе не везет, и ты об этом говоришь. Так ты думаешь, что тебе и не повезет. Так Бог говорит, послушай, путь, по которому человек хочет идти, его ведут раз. ты ко мне относится ты не веришь что я тебе вообще эти всю жизнь помогал а ты в это не веришь наказан 2 теперь значит дальше чека молится ну все-таки ну мне так не везет ну помоги мне пожалуйста помоги мне я тебя прошу помоги мне молится 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 тут ему кто-то подходит говорит извините помогите мне пожалуйста там отстань я занят помоги мне помоги пожалуйста он отстань я говорю а чё должен тебе помогать вообще ты что сам себе помогает пожалуйста помоги мне все ответ получит понимаешь все за запечатано и так далее то есть каждый нюанс он человеком производится чек знает или не знаю он создает взаимодействие с собой вообще даже зная или не знаю не знаю большинство людей не контролирует себя не осознают ни своей мысли ни свои поступки не свои действия не свои восприятия будущего хотя однозначно восприятие будущего это чисто виртуальная реальность который человек создается то есть никто не знает как будет то есть я когда думаю про про час вперед про день вперед про год вперед тем более я просто чисто конструирую какую-то вообще виртуальную схему и это развернул свернул развернул свернул которая реальности не имеет никакого отношения до того момента, пока ее не разверну. Потому что после того, как я разверну свои ожидания от реальности, то реальность начинает формироваться, моя реальность, исходя из той карты, которую я как бы предположил об этой реальности. И дальше Бог... Ты можешь из-за мудрости видеть последствия, что ты можешь с того, что я сейчас правильно просчитать будущее. Ты не можешь, ты должен знать. Птах эляшем беколи беха. Дальше мы будем учить. Положись на Бога всем своим сердцем и на свою бенадха, в альбинатха, альтишая. Не полагайся на свою сообразительность. Сейчас интересно, значит, у моего брата есть друг, который всемирно известный ученый, математик. Высшая математика. В мировую элиту входит математика. И вот он математик, значит, приехал в Харьков, он болел врачи, которые врачи, эксперты, специалисты сказали, что он через год умрет, а он через год на лыжах начал кататься. Ну, то есть, насчет экспертов, там все понятно, да. Теперь, значит, вот он приехал в Харьков, и он в Харькове занимается с моим братом, оба, тоже у меня брат, бывший математик, умные люди такие, все. И вот брат везет его в аэропорт, и они приезжают в аэропорт, оказывается, нету паспортов. Он потерял два паспорта. Значит, украинский паспорт и норвежский паспорт. Значит, ну, два математика, они думают, что, скорее всего, паспорта украли, потому что он не мог потерять. Едут в милицию, подают заявление. Он едет в Тиев, значит, для того, чтобы получить новый норвежский паспорт и заказать украинский. Там целая у них комбинация, что делать, вообще высчитано. Потом, значит, когда он уже в Тиеве, звонок по телефону, он подарил кому-то свою сумку, или отдал, или подарил, и в этой сумке он отдал паспорта. И тот человек, которому он эту сумку дал, говорит, слушай, Юр, тут твои паспорта лежат. Значит, нашлись два паспорта. Он говорит, я, я теперь боюсь лететь, говорит, потому что, скорее всего, из милиции сообщили, что паспорта уже, ну, как бы потеряны, мы же заявление написали, его аннулировали. И теперь у меня на границе сейчас остановятся, что типа с поддельным паспортом. В общем, он высчитал целую схему. А что делать, он не знал, потому что ночь. А ему надо улетать, потому что там ему срочно надо было быть. В общем, он прошел через границу, никто его вообще не спросил даже, как его зовут там. Ну, образно, посмотрели паспорт, он прошел. То есть, вся вот эта вот бина, сообразительность, логика, математика, все это просто виртуально, реально человек лепит узоры. Естественно, от них зависит, что будет происходить, потому что он-то по своим узорам идет, он же, он их создал, и Бог реагирует только на те узоры виртуальные, которые сам же человек и создал. То есть, он создал эти все узоры, там, будет так, будет так, будет так, нет, туда не пойду. Ну, дальше он уже туда не пошел в реальности, так, как бы, ну, он говорит, вот видишь, я правильно, я же знаю будущее, я же знал, что я туда не пойду, я не пошел. Так ты потому туда и не пошел, что ты придумал, что ты туда не пойдешь. В общем, все понятно, да, пока не запутались. Все, всем удачи, успехов. Мы дошли до восьмого отрывка. Шаббат, шалом. То есть, то, что точно надо соблюдать, шаббат. Шаббат это знак, что человек верит в Бога. Тут это знак, это не какие-то виртуальные штуки. Шаббат надо соблюдать. Все. Шаббат, шалом. Удачи, успехов.